Друзья мои и дружочки! Вот это тот самый двойной пищик, который мы решили разыграть на конкурсе вопросов. Вот так он звучит. Вот. Вот такой примерно к нему футляр. Оп. И в конце ответов на вопросы, которые мы сейчас будем проводить, ну, я придумаю... Не придумаю. Я выберу самый лучший вопрос, на мой взгляд. И к автору этого вопроса этот инструмент вот уже в этой упаковке готовый. Он поедет. Ну что, зачитываем? Читайте. В нашей редакции пришло очень много вопросов. Такой отклик приятен, и мы беремся за него. Первый вопрос от Алены Каркадиновой. Из всех групп, на которые я подписана, говорит Алена, только в вашей. Такое разнообразие инструментов сразу. Будете ли вы расширять ассортимент и радовать нас новыми инструментами и мелодиями? Ну, мелодии, они всегда новые, появляются, от этого никуда не денешься, если ты занимаешься музыкой, а инструменты, да, мы постоянно разрабатываем новые инструменты. То есть все, что возникло в нашей мастерской, это все результат каких-то разработок, которые вот я делаю, мы делаем сами для себя. Вот, и чтобы самим на этом играть. А играть всегда хочется на чем-то новом, и количество идей, оно обычно гораздо больше того времени, которое уходит на разработку. То есть идей для разработки новых инструментов, их очень-очень-очень много, вот, и, возможно, за мою жизнь на Земле они так и не иссякнут. Вот сейчас что у нас? Сейчас мы уже последние полгода продолжаем усиленно усовершенствовать двойные пищики. То есть это инструмент, который постоянно эволюционирует, вот, буквально каждую неделю в него привносятся какие-то небольшие, такие хорошие изменения. В жалейках появляются карбоновые трости, разрабатываются новые модели авласов, будут новые модели больших-больших селефлётов, обертоновых флейт. Будут, вот уже, смотрите, вот буквально недавно появилась новая модель Висла в тональности до, вот, такая подстраиваемая с головой из чёрного дерева и латунными слайдами. Вот, и это процесс такой, без которого наша мастерская не может, не может существовать. Даже скорее, у нас есть два направления. Это мы серийно делаем то, что уже умеем делать, и это разработка новых инструментов. Так вот, второе, вот, разработка новых инструментов, это гораздо, ну, для ради этого наша мастерская создавалась. И пока она есть, новые инструменты будут появляться. Дальше. Следующий вопрос прислал в нашу редакцию вместе с большим количеством рисунков и комментариев известный историк современности Юрий Габров. Рисунков? Вопрос спонтанный, но не праздный. Я заметил, что вы используете в работе гигантский тростник Арундо. Этот тростник общеизвестен как материал для тростей к современным буховым инструментам. Не все знают, что это очень древний материал, и его использовали для музыкальных инструментов чуть ли не с древнего Египта. Антон, скажите мне, как специалист специалисту, какими же характеристиками обладает этот тростник в качестве музыкального сырья? И, кстати, что вы вообще из него изготавливаете? Мне их прям интересно. Арундо Донакс, тростник гигантский, он же Spanish Cane, испанский тростник. Это одно из таких очень важных направлений в нашей мастерской, вообще в моей жизни, возможно. Я вот уже целый год, я как дурак со ступой, бегаю с саженцами тростника, чтобы вырастить его на территории Новороссийска. И это очень-очень-очень важно. Что я еще могу о нем сказать? О нем можно писать, конечно, книги. Это растение, это подарок Бога практически. Готовые трубки, готовый материал для очень-очень многого, в том числе, конечно, и для музыкальных инструментов, но не только как трубки. Допустим, все классические тростевые, такие как фагот, кларнет, гобой, саксофоны, они все запитаны на тростях и сделанных из этого тростника. Вот, потом из него делается масса разных инструментов, в том числе и наша модель Авлос-3. Авлос-3, вот он у нас стоит, он полностью делается из этого тростника. Двойные пищики частично, трости из них тоже делаются из этого тростника и много чего другого. И у нас делаются, и даже какие-то немузыкальные конструкции, я иногда делаю, допустим, стойки для подвесов музыкальных инструментов, тоже делаю из этого тростника. Вот, это великолепнейшее растение, я очень надеюсь, что скоро оно заколосится у нас. Оно уже, в принципе, начало колоситься, но где-то по осени посчитаем наших тростниковых цыплят. Вот, использование его очень широко, и не только, как я говорил, в музыке. Из него можно много всего делать, он в чем-то гораздо практичнее бамбука, вот, который, ну, довольно сложно выращивать и собирать. А рундодонакс, он все-таки попроще, он хоть и не такой крепкий, но порой крепость бамбука, она избыточна. А вот, а рундодонакс тростник гигантский, это вот как раз то, что нужно. Насколько я знаю, в той же Калифорнии, в Соединенных Штатах, этот тростник выращивают в качестве биомассы для биотоплива. То есть, он очень-очень быстро растет. То есть, ну, это растение будущего, как минимум будущего нашей мастерской. Прекрасно, спасибо. Следующий вопрос пришел к нам издалека. Вопрос фрактал, я бы сказала, потому что в одном вопросе заключено много вопросов. Не, ну, надо по очереди, наверное, читать. Я зачитаю весть. Выберите тот, который вам понравился, дорогой мастер. Джон Картер пишет. Мой вопрос касается инструмента двойная окарина. Обязательно приобрету его. Очень необычный инструмент. Расскажите историю его создания. Наверняка было множество проб и ошибок. Поскольку это керамическое изделие, наверняка были трудности с обжигом. Кстати, расскажите, какие печи вы используете для обжига окарины. Мухель или по старинке дровяной горн? Интересна ваша мастерская. Почему занялись именно музыкальными инструментами? У вас в роду были музыканты или гончары? В группе много информации об инструментах и практически ничего нет о создателях этих инструментов. Хочется узнать вашу историю становления как мастера. Надеюсь удовлетворить свое любопытство. Надеюсь, мое злобное любопытство не поставит меня в бан. Много вопросов. По очереди зачитывай каждый. Расскажите историю создания инструмента «Двойная окарина». Итак. «Двойная окарина» была создана мной. Первый прототип был создан в 2002 году в станице Темнолесской. Или даже идея там возникла. Но, возможно, это не сильно связано со самой станицей. Это связано с тем, что я стал делать окарина. Я стал делать инструменты из керамики. И эти инструменты я стал делать благодаря своему знакомству с великим керамистом современности Алексеем Кожуховым. И на нашем союзе мастер музыкальных инструментов, музыканты и керамистов начали возникать окарины. И как их классические окарины, которые не являются нашим изобретением. Это изобретение Джузеппо Доннати, итальянца в XIX веке. Они у нас есть в разных тональностях. И как некое полифоническое продолжение этих одноголосых окарин была изобретена двойная полифоническая окарина, у которой два голоса. И первый прототип именно с таким строем, который у нас до сих пор сохраняется, он был создан в 2002 году. И был создан, так как это происходило в станице с темнолеской, то есть история про то, как этот инструмент обрел свое второе название темнолеская волынка. Что не совсем соответствует его конструкции. Все-таки волынка это инструмент с мешком, трубками. Но вот местные жители, они прозвали его волынкой, потому что он им очень напоминал, видимо, звучание этого инструмента, на котором я играл прежде для них. И мы в шутку стали называть это темнолеская волынка, а потом это просто все стало не в шутку. И с тех пор инструмент, помимо двойная полифоническая окарина, имеет свое второе название темнолеская волынка. Наверняка было множество проб и ошибок. Если говорить конкретно о двойной окарине, возможно, в ее окончательном оформлении проб было не очень много. Если говорить о строе, то строй я задумал примерно с самого начала, и именно такой, как есть сейчас. И идея этого строя, она возникла еще, возможно, до возникновения самой двойной окарины. А пробы и ошибки, они продолжаются до сих пор. То есть, ну, они в основном касаются каких-то мелочей, каких-то деталей, вопросов изготовления. А в начале, признаться, этих проб и ошибок было, наверное, не так уж и много. Они были гораздо более раньше, как изготовление самых первых классических окарин. Конечно, да, какой мастер с этим не сталкивается. Но я довольно, наверное, быстро миновал какой-то барьер, потому что этих проб и ошибок, потому что я очень хорошо заранее знал, как это должно звучать. Поскольку это керамические изделия, наверняка были трудности с обжигом. Кстати, какие печи используете для обжига муфель или по старинке дровневой горы? Так как все это создавалось в такой, в первородном котле общей мастерской с керамистами, то трудностей с обжигом не возникало, потому что керамические изделия, помимо окарин, разные сосуды, колокола, они возникали и тут же обжигались. Вместе с ними в печь шли мои окаринки. И так на самом деле продолжается до сих пор. То есть уже прошло 15 лет, а все практически не меняется. Также я приношу к друзьям-керамистам свои окарины. У меня есть своя печка муфельная, но она маленькая, и поэтому подселить свои окарины к общему обжигу пувшинов, это не составляет каких-то трудностей для хозяев печи. Самый провокационный и животрепещущий вопрос в нашей жизни. Почему занялись именно музыкальными инструментами? У вас в роду были музыканты или гончары? Ни музыкантов, ни гончаров в роду, увы, не наблюдалось. Почему занялся музыкальными инструментами? Это вопрос... Я их не выбирал, они меня выбрали сами. То есть музыка это то, чем я занимаюсь довольно с раннего детства. Причем занимаюсь порой вопреки окружающему миру, который иногда раньше хотел бы, чтобы я занимался чем-то другим. И я это не выбирал, это что-то другое. И поэтому для меня не существует вопроса, почему я этим занялся. Я просто этим занимаюсь всю жизнь. А вот почему на этот вопрос у меня ответа нет. И в продолжении его же хочется узнать вашу историю становления как мастера. Это не вопрос, наверное. История, опять же, уходит в очень раннее детство, когда ко мне попадали в руки музыкальные инструменты, когда я рос в Грузии. А грузины это самый музыкальный народ на свете. Это я говорю абсолютно уверенно. И все это началось тогда, наверное, в очень-очень раннем детстве, о котором я, видимо, еще и не помню. Становление мастера. Мастерить я стал инструменты. В 1997 году я стал делать первые поперечные флейты из бамбука. А уже первый пищик я сделал годом позже, уже в году 98. То есть в этом году, в 2017 году, уже исполняется 20 лет тому, как я делаю инструменты. Вот кратко. Прекрасный вопрос. Спасибо. Я снова прослушала и прожила многие года жизни в этой мастерской. Это снова приятно сделать. Следующий вопрос, даже ожидаемый и популярный ныне, задал Александр Аксюточкин. Здравствуйте. Мой вопрос в следующем. Считаете ли вы нормальным в нашем-то современном мире связывать музыкальные инструменты с энергией человека, Земли и так далее? Очень много слышал такого о ворганах, вплоть до того, что бой на себя пополняет энергию человека. От себя наоборот. Иными словами, может ли музыкальный путь быть путем глубокодуховным? Я считаю, что любой путь – это, в принципе, глубокодуховный путь. Вопрос лишь в осознании и понимании этого. И все есть энергия, и даже музыкальные инструменты, и полочки, на которых они стоят, это тоже все энергетически очень связано. А вот что говорить о нас? Мы со всем этим взаимодействуем. Поэтому вот такой ответ на этот вопрос. Ну, прекрасный ответ. Прекрасный ответ. Он, на самом деле, конечно, большой, глубокий. Я думаю, каждый должен ответить себе прежде всего. И перейдем к следующему вопросу. Дмитрий Кудлай задал нам такой вопрос. Мой вопрос касается ухода за народными инструментами с тростями. Ко мне в свое время попала карпатская мастеровая волынка, двойной чантр с двумя тростниковыми тростями и бурдон с деревянной тростью, мешок кожаный, мехом внутрь. Вот такая интересная конструкция. Так вот, человек, у которого я все это приобрел, поведал мне о том, что с определенной периодичностью туда нужно вливать рюмку водки для дезинфекции органики мешка и увлажнения. Спустя некоторое время я привез ее в Крым. Столкнулся с тем, что трости перестали звучать. Собственно, сам вопрос. Можете ли вы как-то прокомментировать рекомендации по уходу за этим инструментом? Как часто нужно менять трости? Стоит ли научиться изготавливать их самостоятельно? И насколько влияет на инструмент общий уровень влажности окружающего воздуха? Вопросов много, но все они примерно в одном ключе. Ох, сейчас вернемся немножко назад. Речь идет про карпатскую дуду, насколько я понимаю, про карпатскую волынку. Вероятнее всего, мастера Тофичука. Очень поздравляю с приобретением этого инструмента. Это очень раритетная этнографическая вещь, которую очень надо беречь. Ну и беречь, и вдувать в нее побольше, потому что инструменты не должны висеть на стенах, даже этнографические, пока они находятся в рабочем состоянии. На них надо играть. В чем же был вопрос? Проводку вливать? Ну это я слыхал, да. Общий вопрос ухода за тростевыми инструментами. Сейчас, сейчас. Проводочку это интересная вещь. В Карпатах, насколько я знаю, водкой или водой проливают практически все духовые инструменты. И это действительно, это работает. Работает, возможно, примерно так же, как и пропитка льняным маслом, только временно. Вода потом высыхает, в отличие от льняного масла, которое полимеризуется. Вот, поэтому, возможно... Ну, мы же знаем, что все-таки вода на древесину влияет не лучшим образом. Да, вместо этого используют водочку. Это еще и наводит дезинфекцию в мешке. Это очень здорово, в принципе, и правильно. Но сам я все-таки предпочитаю, и для волынок в том числе, и другие методы. Водочка, во-первых, ее нет в контексте моей жизни. Вот. Во-вторых, ну, я думаю, что, допустим, в мешок можно кидать таблетки аспирина, вот, волыночные, а трубки промазывают льняным маслом, ну, хотя бы раз в полгода. Вот. И без воды и водочки, я думаю, они проживут немножко дольше. Вот. Следующий вопрос был по уходу. Насколько я помню. Как часто менять трости? Трости меняются... в зависимости от того, как они быстро сыгрываются. То есть на них можно играть. Допустим, я встречал трости на волынках, которые служили просто уже второй десяток лет людям, и их не собирались менять. Вот. Очень... износ тростей, он зависит не только от того, насколько в них часто играет, от того, насколько в какой среде они находятся, соприкасаются ли они с какой-то биотой. То есть, если, в принципе, трости обеспечить какую-то стерильную стерильную такую довольно среду, то трость может прожить очень-очень долго. Вот. И... и не сыграться. Вот. А как часто менять, это вот зависит уже на слух, надо самому определять, то есть, насколько трость уже... надо ли ее менять. Вот. Можно сравнить с какой-то запасной, новой, или уже начинает что-то не нравиться. Очень часто, особенно в волынках, бывает такой момент, что вот тебе начинает не нравиться, вот как что-то звучит, там, и ты думаешь, ну что за... что с инструментом, а на самом деле надо просто поменять трость, и все прям зазвучит. Вот. А как часто в этом нету какой-то определенной периодичности, то есть, волынки все разные, вот, и играют на них люди разные, и трости тоже могут быть из разных материалов, даже из разного тростника не могут быть, и вести себя в процессе времени очень-очень по-разному. Что там еще было помимо тростей? Важный вопрос по поводу влажности окружающего мира и волынки. Влажность окружающей среды. Оптимальная влажность для хранения музыкальных инструментов это промежуток между 45 и 55 процентами вот, влажности. Вот. Когда в этом промежутке ваши инструменты находятся, то с ними все будет очень хорошо. Вот. Если уже влажность выше 55 процентов, тогда она уже избыточная. Вот. В ней можно временно поиграть, но хранить инструмент такой нельзя. И когда воздух сухой, менее 45 процентов, это тоже не очень хорошо. И чем суше, тем хуже. Сухость это, конечно, очень большой враг музыкальных инструментов, как духовых, так и струнных. Струнных, наверное, даже еще больше. Вот. А временно поиграть, наверное, можно в любой влажности. Вот. Но надо всегда иметь в виду, что инструмент будет реагировать, допустим, на высокой влажности, там, строй, там, тростевых, он будет понижаться, а строй струнных, там, он будет повышаться при обратной эффекте, при низкой влажности. Вот. Это всегда надо учитывать, особенно при игре с другими людьми в ансамбле. Дальше. Остался нераскрытым один вопрос, ну, наверное, требующий вообще отдельной лекции и беседы. Это мой вопрос очень важный, который коснулся в том числе и меня в свое время, когда я пропутешествую из нашего прекрасного южного морского города в столицу, город Москву. И там мои трости перестали звучать. Что делать? Просто в чем? Вот. И автор Дима Кудлайт тоже пишет. Приехал, и трости перестали звучать. Что делать? Помощь. Трости, скорее, ну да, если речь идет о карпатской дуде, это трости одинарные. Есть несколько вариантов помощи. То есть минимально можно взять самое минимальное, и иногда это помогает, можно взять трости и вот так ее щипнуть очень-очень аккуратно. Обычно я новичкам не рекомендую этого делать, они ломают трости. Но это когда щипается, и инструмент начинает звучать, и потом ее надо раздуть, там через несколько минут звучания она войдет в какое-то свое рабочее положение. это сам простой метод. Шотландские волынщики свои натуральные трости из своих бурдонов иногда рекомендуют кинуть в воду на минуту, и пусть они побудут в воде, или макнуть в воду, и тогда вода, как бы напитывая трость пересохшую, она ее как бы раскрывает, трость начинает звучать. Ну, признаться, сам я не часто пользуюсь, даже играя на шотландской волынке, на натуральных тростях, не часто я пользуюсь подобным методом, но он работает, он работает. Вот, следующее вмешательство, как мы можем открыть трость, это подложить волосок, или очень тонкую леску под самое основание язычка, это ее чуть-чуть откроет, вот, но тут уже обязательно надо компенсировать изменение строя, при поднятии язычка обязательно весь строй начинает ползти вниз, причем неравномерно верхние ноты сильнее занижаются нижних, и это надо всегда учитывать и как-то компенсировать вот этот нюанс, и самый последний и самый жесткий метод это уже вмешательство в язычок, то есть его можно ну это уже надо отдельную лекцию по тростям, то есть его можно подтачивать, подпиливать, изгибать разными способами, я боюсь, если я сейчас начну это рассказывать, у нас на это уйдет все наше эфирное время, вот. В этом интересном посте есть еще один вопрос, на который мастер частично ответил, есть ли смысл научиться делать самому, я даже немножко отвечу, потому что тоже имею дело с тростями, делать может быть и нет, но обращаться с тростями своих инструментов нужно научиться однозначно, в любом случае, где бы вы ни оказались, вы должны научиться своего инструмента подкатить и как-то договориться с ним. Смысл научиться делать трости самому, конечно, он есть, но я предостерегу, не то, что предостерегу, я просто скажу, что эта затея очень и очень и очень непростая, трость это механизм на вид страшно примитивный, но очень непростой в изготовлении и обслуживании, вот, особенно в изготовлении сделать хорошую трость несложно, но дорогу осилит идущий, как бы, пробуйте, возможно, у вас получится, я просто предупреждаю, что я сам вот уже 20 лет режу тростник и сейчас я делаю это очень интенсивно, я делаю трости каждый день, вот, и постоянно для себя за эти 20 лет и вот последние времена я открываю что-то новое, вот, в этом, казалось бы, примитивнейшем механизме, вот, поэтому, ну, пробуйте, конечно, научиться, научиться может стоить, но не факт, на самом деле, что научитесь, иногда, в каких-то моментах проще, допустим, трости для шотландской волынки, я сам люблю поиграть на шотландской волынке, но я их, я их не делаю, я предпочитаю покупать у мастера, которую, это, это, это как бы не дешево мастеровые трости, но я знаю, что это качественная, очень трость, которая мне прослужит очень долго, в отличие, чтобы мне освоить производство таких тростей, я примерно предполагаю, что на это как бы уйдет очень-очень много сил и времени, но я не готов как бы под это дело выделить их, эти силы и времени, поэтому я покупаю мастеровые трости, но пробовать стоит. очень емко, более зримый. Следующий вопрос прислал нам Евгений Царь из своего царства и пишет, расскажите, пожалуйста, об истории появления этого инструмента в мире, имеется в виду герои нашей передачи, кто его придумал и как давно? Надо взять в руки, да, какой-нибудь двойной пищик. История его появления восходит еще к очень-очень древним временам, первые прототипы тростниковых дудок они находятся, их находят в очень ранних протоцивилизациях, там, шумерских, там, междуречье, вот. Появление двойных, двойных уже полифонических таких тростевых музыкальных инструментов, оно уже очень четко прослеживается и в ранней античности, и в классической и поздней античности, это просто чуть ли не, вот этот авлоз, предок, как бы, двойного пищика, это практически самый главный инструмент в разных своих модификациях, от тростниковых до деревянных и металлических. Вот. И впоследствии на территории как Европы, так и Ближнего Востока распространяются вот такие его разные предки, которые есть в очень разных странах. Двойной пищик это явление именно южно, но это вообще не только южно, это в том числе и русское явление, южно-русское, и у казаков это дело было, и у кавказских народов, вот, допустим, осетинские стили, которые мы реконструировали, это практически такой же инструмент. Вот. Он распространен и многие волынки, они тоже возникли именно из такого инструмента. Не знаю, наверное, вот мой ответ на этот вопрос. То есть, вообще, это вот, есть такое, как бы, непредположение, даже утверждение, что до прихода в 20 веке гармошек разных, вот, на территориях распространения таких, на обширных территориях распространения таких двойных дудок, именно эти дудки были главными, такими, в том числе и аккомпанирующими как пению, так и танцем музыкальными инструментами, а, допустим, в какой-нибудь Курской, Белгородской областях это сохранилось практически до наших дней. Вот. Продолжим. Продолжим. Очень интересный вопрос прислал Александр Нишин. Мой вопрос будет странным, но мне кажется прекрасным. Что вдохновляет вас каждое утро на создание таких чудесных инструментов, что заставляет двигаться вперед? Это не ко мне вопрос. Я не знаю. Что вот, ну вот, я человек простой, я человек простой, вот я просыпаюсь, просыпаюсь, такой и думаю. Я вижу дудку, играю на ней. Да, я вижу дудку, играю на ней, я просыпаюсь и думаю, вот это ж надо, это ж я сейчас быстренько умоюсь и пойду в мастерскую, а там я буду, я буду делать новые, новые двойные пищики, которые будут звучать еще лучше, вот, и прежде всего я еще буду на них играть, 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 играть постоянно, вот, я обо всем этом мечтаю, прибегаю в мастерскую и тут меня все это ждет, вот. А что движет, это вопрос не ко мне, пусть на него ответят другие специалисты, я делаю, я играю музыку и делаю музыкальные инструменты, вот. А что движет, это пусть изучают те, кто изучает это. Я не... Ледовый, 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 мы пришли к вам с миром. Следующий вопрос из мир рассказок тоже. Можно ли Дункарову спрашивать Онна или Ина вызвать Дагона на косе? Не знаю, такого персонажа, оставляю вопрос на вашу сеть. Можно Дункаром на косе вызвать меня? А если вы будете дудеть на Дункаре на нашей суджукской косе, то, скорее всего, кто это услышит, позвонит мне и скажет, о, на твоей дудке тут кто-то дудит. Можно вызвать окружающих зевак, можно вызвать полицию, можно вызвать курсантов из соседнего, из соседней вышки, а кто-то такой догон, я не знаю. Вероятно, фамилия... А, можно вызвать пеликанов, как минимум, волынка, пеликан, шутландская волынка вызывает пеликанов на суджукской косе. Дункар не пробовал. Для справки, на суджукской косе, где мы часто репетируем, живет много птиц, в том числе и пеликанов. Продолжаем. Следующий вопрос. Прислала Татьяна Сафронова, знаменитая дива столицы. О, да. Наверное, можно сделать... Она еще и мастерица, я поясню. Наверное, и поэтому ее вопрос. Наверное, можно сделать подобие дункара из керамики, дудельный рог. И пятейный, если дырку закрыть. Осуществимо ли это? Важна ли в дудельном роге длина трубы? В ракушке она же спираль. А в роге дудельном тоже размер трубы не маленький. Да, из керамики это вполне возможно. Это будет, конечно, чуть более хрупкая вещь. Возможно, не сильно хрупче дункаров натуральных, но хотя нет, керамика все-таки не такая крепкая, как ракушка. Но это вполне возможно. То есть, можно сделать... То есть, по сути своей, дункар это рог, который вот свернули. то есть, или рог это развернутый дункар. Также из керамики можно сделать... Из керамики можно сделать как прямой рог, так и свернуть его в ракушку. Вот. И это будет практически одно и то же. Да, это возможно. Единственное, сам я такого не делал, но все можно сделать, да, если... Если, Таня, тебе... У тебя есть желание, я знаю, ты занимаешься с глиной, вот, то обязательно этим займись, и я тебе подскажу, как это лучше сделать. Вопрос из зала. Возможно ли из такого рога, который можно спилить как питейный, вливать водку в мешок волынки, о чем мы говорили ранее? Из такого рога обязательно? Это была шутка. Здесь будет реклама двойных аккорей. Джингу. Следующий вопрос от человека, который, я полагаю, изучил хорошо репертуар в нашей мастерской. Зовут его Илья Мазия. И вопрос таков. Антон, какими источниками ты пользовался, когда создавал свои овлосы? Что, например, повлияло на решение сделать трость одинарной или двойной? Источники. Это, прежде всего, конечно, изобразительные источники. Это есть и текстовые источники. Я, к сожалению, не помню имя античного автора. Забыл. Который описал изготовление, ну, описал конструкцию овлоса. Вот. И некоторые археологические источники, они довольно сегодня доступны в тех же интернетах даже. Есть уже какие-то реконструкции, сделанные помимо меня. вопрос тростей двойных или одинарных. Вот у нас, допустим, наша основная пока на сегодня и самая простая в освоении модель это овлос 3. Она сделана на одинарных тростях, а, допустим, уже модель овлос 4, вот она такая большая, которую мы называем эллинистический овлос. Можно все это посмотреть в видео про эти инструменты. Она уже сделана на тростях двойных. Также и в источниках и трудах на тему, уже современных трудах научных на эту тему я нашел, что трости у овлоса это явление как бы разнообразное. То есть и двойные и одинарные трости присутствовали в зависимости видимо может и от региона. То есть главный принцип это две звучащие трубы. То, как они издают звуки это уже варьировалось и в зависимости от местности и от времени тоже. Потому что эпоха влосов она очень длинная это несколько сотен лет вот вплоть до возможно не знаю византийского времени уже когда уже конечно роль инструментов музыкальных отошла на второй план и уже в те же изображения влосов уже перестают появляться. Но впоследствии тема двойных дудок она возрождается в средневековье даже не возрождается то есть в каких-то локальных своих традициях это все жило и продолжало существовать и вот вплоть до средневековья и очень много рудиментов даже не рудиментов а очень много потомков овлосов мы наблюдаем в ореолах распространения различных двойных дудок в том числе и двойного пищика вот наверное я ответил на вопрос дальше каждый вопрос хочется прослушать ответ на него в течение часа потому что он требует все большего раскрытия мы продолжим аминь Продолжение следует...